Боже, ужас какой! Дайте глянуть еще разок. Привет и добро пожаловать на WatchMojo! Сегодня у нас топ-10 самых пересматриваемых сцен из хорроров, а прокомментирует их Эдуардо Санчес, как режиссер «Ведьма из Блэр». В этой подборке мы обсудим хоррор-сцены, которые полюбились фанам и уже засмотрены до дыр, и не важно, это из-за спецэффектов, диалогов или пасхалок. Важно то, что эти сцены зажили собственной жизнью вне фильмов. Ну и по классике впереди спойлеры. А в нашем телеграм-канале – мемасишечки. Заходите, ссылка внизу. Номер 10. Скример Джейсона. Пятница 13-ая. Пятница 13-ая – это классический слэшер. Слэшеры можно не любить, потому что от них жутко, но Пятницу 13-ая нужно посмотреть. Это классика. Алиса плывет в лодке, морально истощенная после битвы с Памилой в Урхес, а затем поистине неожиданно деформированный труп Джейсона выскакивает из воды и затаскивает ее под воду. Звучит очень невинная музыка. То, как камера как бы дрейфует – это не совсем скример, но это невероятно эффектная сцена для слоу-мо. Ужас от внезапного наскока обычно сразу же должен отражаться на лицах людей, как в Астрале. Вот переход, и вот оно. То, как это сделано, просто гениально, и в этой части фильма добавили идеальный бит. Номер 9. Разоблачение Чаки. Детские игры. Легко забыть, учитывая успех франшизы, что оригинальные детские игры поначалу были довольно ограничены, в первую очередь, спецэффектами Чаки. Кукла-вместилище духа серийного убийцы Чарльза Ли Рея перемещается в основном в тени или от первого лица. Здесь все по принципу старого слогана «Челюстей». Меньше – значит больше. И когда Чаки, наконец, действительно оживает в руках Карен Баркли, это не только эффективно шокирует, но и дает выход всей накопившейся напряженности. Да и актер озвучки Чаки, Брэд Дурев, весьма и весьма угрожающий и жуткий, даже в форме крошечной куклы. Этот фильм все еще довольно актуален. Многие хорроры устаревают со временем, но этот все еще неплохо справляется, потому что таких постановок и кукольного театра вполне достаточно, знаете ли. Трудно снимать что-то неживое и сделать так, чтобы это выглядело реалистично, но они отлично с этим справились. Очевидно, они проделали большую работу, ведь вышли бесчисленные сиквелы. Знаете, классика. Номер 8. Следи за дверью. Экзорцист 3 Этот недооцененный сиквел Экзорциста поведает про оккультное уголовное преступление, связанное с чередой убийств, и, скорее всего, это дело рук маньяка Гемини. Одно из нападений происходит в больнице, когда медсестра проверяет двери на своем этаже. Сцена снята в тишине и на расстоянии, тем самым нагоняет напряжение до предела. Затем, без какого-либо предупреждения, камера приближается к Гемини, который нападет на медсестру, вызывая у зрителей сердечный приступ. Номер 7. Трофейная комната. Хищник 2 До того, как кроссоверы и мега-франшизы стали обычным явлением, Хищник 2 1990-х годов конкретно раззадорил публику. Во время финального противостояния с Хищником лейтенант Дэнни Гловера Харриган забредает в его комнату трофеев. Стена украшена различными сувенирами с прошлых охот, включая череп ксеноморфа из франшизы Чужой. Сейчас это кажется отсылкой или пасхалкой, а не полноценным кроссовером. Но в то время фанаты пересматривали эту сцену снова и снова в поисках подтверждений и новых подсказок. Номер 6. Отрыв башки. Сканеры. Кстати говоря, о настоящих эффектах. Есть ли еще в хоррорах настолько удовлетворительный и шокирующий взрыв головы, как вот этот из сканеров Дэвида Кроненберга? Поклонники хорроров обожали пересматривать эту сцену. В ней сканер, человек с сильными ментальными способностями, подвергается серьезному испытанию Дэрилом Реваком, одним из себе подобных. Психокинетические навыки Ревака в исполнении Майкла Айронсайда настолько сильны, что он просто взрывает голову другого сканера. Такой эффект получился после выстрела из дробовика в голову манекена, набитого старыми гамбургерами. Получился беспорядочный, но удивительно реалистичный момент, который интересно посмотреть и сегодня. Американский оборотень в Лондоне За все эти годы накопилось много эффектных сцен превращения в оборотня, от Воя Джо Данте до Псов Воинов и В Компании Волков. Но есть одна превыше остальных из бессмертного фильма Джона Лэндиса Американский оборотень в Лондоне. Поклонники обалдели от того, насколько живым и болезненным казалось превращение в оборотня для бедного Дэвида Кеслера. Сцену даже изучали покадрово, чтобы увидеть в деталях, как это было снято. Спецэффекты Рика Бейкера изменили правила игры и вдохновили новое поколение гримеров и спецов по визуальным эффектам. Номер 4. Всем монстров за мой счет Хижина в лесу Этот фильм Джосса Уидона и Дрю Годдарда был одновременно отличным посланием и любовной одой к классическим фильмам ужасов. Фильм напичкан пасхалками и отсылками к другим персонажам и франшизам. Одна особенно интересная сцена вываливает целую кучу киношных монстров для финальной кровавой бойни. Звери всех форм и размеров терроризирует подземный комплекс, который находится под той самой хижиной. Тут есть все. От русала до некой, скажем так, иглоголовой отсылки к серии «Восставший из ада». Вам действительно нужно пересматривать эту сцену много раз, чтобы увидеть их всех. Номер 3. Молотки и крюки Техасская резня бензопилой Эта сцена на протяжении десятилетий провоцировала споры и обзоры. Техасская резня не совсем-то и кровавая по современным меркам, но она ужасает атмосферой и невероятным напряжением. Тем не менее, это не помешало фанатам поклясться, что они видели бедную Пэм, которую кожаное лицо насадил на крюк. Хуперу удалось создать очень мощный подсознательный ужас для зрителей. Ведь мы-то никогда не видим, как крюки выходят из груди Пэм. Точно так же на самом деле не видно, как кожаное лицо жестоко избил Кирка молотком и измельчил его. Это все в нашем воображении, и именно этого хотел Хупер в первую очередь. Что-то не так с этим фильмом. Кое-что попало на пленку, потому что они снимали это на 60 миллиметров из-за относительно малого бюджета. Это техника Тоби Хупера, и это сцена так же, как когда вы видите курицу и все ее кости, будто вы вот-вот почувствуете ее запах. Почти ощущаете запах той комнаты, и это просто прекрасно отснятый ад. Номер 2. Ползание по лестнице. Проклятие. Мир японских ужастиков известен многими вещами, и не в последнюю очередь за счет обилия жесточайшего визуала. Пример? Ну вот это паранормальная сцена из ставшего притчей во языцах проклятия, настоящие классики японских хорроров. Здесь вам и умело построенное напряжение, и съемки от первого лица, и жуткие звуки, и потрясающая работа актеров, и все это вместе работает просто идеально. По факту, версии этой сцены и в оригинальной фильме, и в ремейке до сих пор эффективно отправляют армию мурашек маршировать по спинам зрителей. А уж сколько мемасов с этих кадров наделали. Мама родная. Не нужно пересматривать наши старые видосы, ведь новые выходят каждый день. Подпишитесь и дерните колокол, чтобы не пропустить их. Номер 1. А вот и Джонни. Сияние. Хорошо. Вы знаете, эта сцена вот и Джонни из Сияния. Конечно, она будет на первом месте, учитывая, сколько раз ее пересматривали и сколько мемов с ней наделали. Самому Стивену Кингу, может, и не понравилось то, что индивидуалист Стэнли Кубрик сделал в большой экранизации Сияния, но нельзя отрицать первенство этой сцены в пантеоне хорроров. Джек Николсон в этот момент находится в полном расфокусе, а его персонаж Джек Торренс полностью потерял связь с реальностью. Образ Николсона, который ломится через дверь к своей жене Венди, стал основой для множества кошмаров, и с тех пор сцену бесконечно пересматривают и цитируют легионы поклонников хорроров по всему миру. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе!